Первая неделя осени подходит к концу, не за горами выходные. В ближайшие пару минут постараюсь рассказать, как можно будет скрасить окончание рабочей недели. Начнем с детей. Дорогие родители, драматический театр «Бенефис» вновь готов порадовать веселыми и познавательными постановками сказок. В эту субботу можно будет сходить на спектакли «Оленький цветочек» и «Цветик-семицветик» в 12 и 15.00 соответственно. В воскресенье в это же время сначала готовы будут порадовать постановкой «Чебурашка». Затем для юных зрителей предлагается мюзикл «Канюк-горбунок» вместо встречи ДК Меленина. Для взрослых ценителей прекрасного в историко-художественном музее Ника Навалова продолжает свою работу выставка «Сальбадур Далей. Священное послание». Картины не только впечатляют в основе и заставят поразмышлять о насущем, а для любителей железных скульптур продолжают работу персонали Рустама Исмогилова «Технология и творчество». Если еще не успели познакомиться с работами, самое время это исправить. А Усульский дом культуры приглашает принять участие в фестивале «Осенний урожай». Участникам предлагается своими руками сделать поделки из овощей и представить свой креатив на выставке. Для участия нужны лишь овощи или фрукты. Из огорода и щепотка фантазии. Успеваете, поделку нужно принести в Усульский ДК. Внимание, завтра последний день. Само мероприятие состоится 10 сентября в 12 часов дня. Сладкие призы и хорошее настроение гарантированы всем участникам. Если планируете отдых за пределами Берзняков, идеально подойдет Целикамск. Там с 9 по 11 сентября на Воскресенской площади пройдет городское мероприятие ярмарка «Урожай. Сбор». Гостей ждут с 10 утра и до 6 вечера. Отправляемся еще дольше на север-крае в Красновишерск. Завтра там стартует персональная выставка «Кистью творца. Остановленный миг». Экспозиция посвящена 75-летнему юбилею Валерия Остроушка. Жителей и гостей города ждут в районном краеведческом музее по адресу улица Берзина 2. Открытие запланировано 9 сентября в 3 часа дня. В каждой работе художника раскрыт богатый внутренний мир. Сейчас Валерий Иванович находится на заслуженном отдыхе, однако кистью краски в дальний ящик еще не убрал. Афишу на выходные подготовила Екатерина Зибзеева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok